Приветствую вас. Я так понимаю, что вы ведете речь, с одной стороны, о агарофобии, то есть боязни открытых пространств. С другой стороны, вы ведете речь о социофобии, это боязни людей, и с третьей стороны, вы ведете речь про то, что не уверены в себе, стесняетесь себя, вот, стыдитесь себя. И, в общем, вот, вы вообще как-то боитесь, боитесь, вот, ну, людей, да, и боитесь сами себя. То есть, вот, есть у вас такое, ну, такие, такого рода противоречия. Вот. Значит, что, соответственно, я могу вам сказать? Что, соответственно, я могу вам сказать? Ну, я могу сказать, наверное, в первую очередь, только то, что желательно, необходимо, желательно помочь вам, вот, от этого чувства стыда. Стыда, ребят, оно такое, все-таки, более, мне кажется, более первично, да, то есть, в первую очередь появляется чувство стыда, а вообще потом, уже после появляется, ну, все остальное, да, уже потом появляется страх, уже потом появляется. Ну, какие-то опасения, вот, по поводу того, что какая-то я не такая, по поводу того, что со мной что-то не так и прочее, прочее, прочее. Надо сказать, что подобные опасения, они, ну, они выполняют себе нормально, потому что, коль вы всегда стыдитесь, любой выход, любое движение, любой поход куда-то, вы, вы, вы воспринимаете, ну, вот, как, так вот, как своего рода, такую, даже, наверное, игру, наверное, сказать слово, игра. Да, было бы неправильно, как, ну, как, ну, как возможность, да, как способ, что-то доказать, способ что-то продемонстрировать, способ, что-то, может быть, ну, может быть, себе, 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 себе самой что-то доказать. И, в общем и целом, да, я здесь могу, могу вас в общем и целом здесь понять. Поэтому, в первую очередь, вам необходимо научиться принимать, научиться принимать себя такой, какая вы есть, вот, ну, в любом, в любом абсолютном случае, научиться принимать себя такой, как вы есть, это необходимо. Необходимо именно для, ну, для дальнейших, для дальнейшей успешной жизни вашей. Вот, это первое. И, для этого необходимо, грубо говоря, ну, перестать себя оценивать. Перестать, э-э-э-э-э, давать себе оценку, вот, которую вы, ну, на мой взгляд, э-э-э, сейчас, э-э, сейчас, э-э-э-э, себе, даете. Потому что сложно представить другую причину, по которой вы себя стыдитесь. Я думаю, что это именно из-за оценки. Представы себя оценивать постоянно. Вот. Дальше. Дальше идём. Значит, с детства, с нашего родства, нужно поработать с комплексами. У меня начинается танец, когда кто-то на меня смотрит и идет на встречу. Да, с одной стороны, вы себя не принимаете. Вот. Такой, какая бы есть. А с другой стороны, используйте вот эту самую встречу для того, чтобы доказать себе и, может быть, другим людям, что вы ну вот, что вы, ну, что вы какая-то, что вы важны, что вы ценны, что вы имеете там, ну, право, да, на существование и прочее, прочее, прочее. Вот прям по себе вы в этом сомневаетесь. Ну, очевидно, 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 что вы сами в этом сомневаетесь. Вопрос, конечно, включается в том, почему вы занимаетесь, но это уже можно будет разбирать на консультации. на консультации. А то уже нужно будет разбирать непосредственно, непосредственно в бессильне с вами, потому что сейчас это просто предположение. Дальше, значит, как с этим бороться, ну бороться с этим не нужно никак, потому как это ваши эмоции, это ваши чувства и с ними не нужно бороться, их нужно наоборот раскрывать, да, нужно раскрывать то, что у вас счет. Вы пишите, я девушку из города Алматы, мне девятнадцать лет, не очень, у меня очень низко, ну не очень понятно, зачем вы пишете про город, то есть вот, если она, грубо говоря, даст знание из какого города, вот, потому как вы можете быть абсолютно в каком угодно городе, это не так, важно. Вот важно, важно то, что вы, с вами девятнадцать лет, например, это важно, потому что вы молоды, если вы молоды, значит, есть у вас соответствующие, вероятно, трудности, ну именно вот, соответствующие трудности. Вашему возрасту, может быть, отношения к семье, какие-то вот такие деструктивные, может быть, что-то еще, может быть, у вас такая вот достаточно традиционная семья, в том смысле, что вы в той или иной степени сподавляетесь, вот, если вы в своей семье в той или иной степени сподавляетесь, то, ну, соответственно, это может стать объектом психологической работы и основанием для психологической, психологической же сепарации от своей семьи, потому что ваш возраст вполне это сделать позволяет, вот, вполне позволяет ваш возраст сепарироваться от своих семей. Конечно, если вы этого хотите встать, вот, если вы этого не хотите, да, то, в общем, я думаю, здесь остальных ваших никто не будет, но стоит учесть, вот, очень важный момент, что ваша семья, она задает такой вектор вашему поведению, да, ваша семья задает вектор вашему поведению, вектор, ну, вектор, с вашего поведения, вы этого не выставляет, которая вам не разбирается вашим действиям, вот, и вполне может быть, что только сепарировавшись от семьи, вы смогли бы обрести вот эту самую самостоятельность, да, которые вам необходимы, но для того, чтобы чувствовать себя комфортнее, чувствовать себя лучше и прочее. Но здесь, опять же, очень многое зависит от того, чего вы хотите. То есть, если вы хотите, собственно, проблему решить, то её решить можно. Если вы хотите разобраться в себе, то тоже можно, но это не такой быстрый процесс, на самом деле. И если вы готовы реально этим заниматься, то с огромным удовольствием мы вам поможем. Вот. Также хотелось бы поработать с вашими сомнениями. Откуда у вас сомнения? Откуда и почему у вас сомнения? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.